Расскажи о том, как ты пришла в тестирование. Я знаю, что ты окончила технический курс. Я начала обучение в Беларуси. Что именно тебе казалось программированием не твоим? Я писала код, простите программисты, но... Как вы рассчитывали, сколько взять с собой денег? Хватило ли вам? Через сколько вы нашли первую работу? Как происходили эти поиски? Расскажи, умирает ли вот это ручное тестирование? Должен быть опыт автоматизации. Почему я выбрала Java? Java я начала изучать еще будучи в университете. Первый курс в Гуира, первый семестр, был ничем не хуже, чем Berkeley Extension курс. Расскажи вот об этом самом последнем опыте поиска работы. Как меняется, во-первых, индустрия? Есть ли какое-то ощущение, что она меняется? Ощущение, что она меняется, я бы сказала, нет. Ну, то есть, по крайней мере, в собеседовании. В собеседовании нет. То есть, они, в принципе, стандартные, я бы сказала. То есть, я тоже ожидала, вот что-то там появится. Кроме того, что требования к знанию автоматизации еще более ужесточились, больше таких каких-то изменений я не заметила. То есть, все начинается, в принципе, стандартно. Но начнем с того, что мы вылизываем резюме. То есть, я думаю, что очень много уже на твоем канале рассказывала, какие там нюансы должны быть. Ну, расскажи свой взгляд, почему нет. Что важно для тестировщика в резюме, как оно должно выглядеть? Что важно для тестировщика? Такого, как бы, критерия нет определенного для тестировщика. Ну, в целом, для всех. Первое, нет фотографий. Нет фотографий личной информации. Сразу закрываем эту тему. Либо какие-то персональные хобби и все такое. Первое, что отчасти обращают внимание, это английский язык. Об этом постоянно говорят. Там не должно быть никаких опечаток, ошибок, неточностей. Просите своих знакомых, друзей, американцев просмотреть за деньги, не за деньги, бесплатно, не бесплатно. И вылизать английский язык, потому что это первое, почему вас могут отфутболить, скажем так. Второй момент. Резюме слишком большое, тоже частая ошибка. Не знаю почему. То есть, резюме максимум две страницы. Иногда даже лучше уместить на одну страницу. Что я заметила из своего опыта, что все равно где-то упоминайте все свои инструменты, тулы, инварменты, которые вы работали, там, селением. Как только я добавила селению, веб-драйвер и REST API, все. То есть, как бы оно, видимо, перестало фильтроваться, и я стала получать намного больше звонков и контактов от рекрутеров. Да, это, наверное, такие основные пункты, которые очень мешают. Они такие банальные вообще до жути, но они мешают тому, что вы пройдете вот первый звонок с рекрутером до этого уровня. Дальше поступают звонки, да? Что интересно, в этом году я попробовала систему Hired.com, при том, если я не ошибаюсь, то владелец русский. Я могу ошибаться, но один из. Это система, где... Это, в принципе, где-то напоминает монстр или что-то в этом роде, где вы выкладываете свое резюме, его опрувет на стороне Hired.com, и в случае, если ваше резюме заопрувлено, то они активно дают вам две недели, когда ваше резюме будет как бы... Ну, не то что светиться, я не знаю, как это показываться. Выдаваться в выдаче выше, да? Да, да, да. То есть у них, наверное, есть какие-то партнеры, с кем они работают, компании крупные, которые могут видеть это резюме и, соответственно, выставлять оффер. То есть весь процесс интервьюирования идет через Hired.com. Все митинги назначаются через Hired.com, вся переписка ведется. То есть это что-то вот интересное, мне так сильно понравилось, потому что еще в конце они мне дали бонус денежный за то, что я получила работу в 300 долларов. Еще выслали мне дорогое шампанское, шоколад и все такое. Я была очень приятно удивлена. И что мне еще очень понравилось, даже совет реально, что на каждой ступени интервью они тебе присылают список, как это сказать, articles, я хотела сказать, ну, какой-то полезной информации, как проходить собеседование то или иное. То есть как бы уровень, когда мы разговариваем с рекрутером, они показывают тебе список каких-то сайтов, или как это сказать, как пройти это собеседование, на что будут обращать внимание. То есть они тебе дают подсказки, типсы, как они здесь это говорят, чтобы пройти это собеседование. То есть они очень сильно заинтересованы, чтобы ты получил логер, потому что, видимо, им тоже за это заплатят. Конечно. Вот. Это что-то новенькое, что я попробовала в этом году. А так у меня основное было по поиску работы, это Glassdoor, и это LinkedIn. Ну, еще в последний момент, когда я уже тоже искала работу, мне очень понравилось, как организует поиск сам Google. То есть ты вбиваешь QA Engineer Open Position в Сан-Франциско, и оно тянет информацию из Glassdoor, из Monstro, из многих ресурсов, и достаточно очень хорошая фильтрация поиска. Мне очень понравилось им пользоваться. В общем, прям... То есть сам поисковик Google. Да, сам поисковик делает за тебя работу, и это даже удобнее, удобнее, чем самому каждый раз проверять, либо делать нотификации, алерты, и проверять на LinkedIn и Glassdoor. Вот. Harri.com у тебя нет возможности посмотреть, какие есть вакансии, то есть ты просто как кандидат там светишься и получаешь звонки. Кредит кармами я, кстати, нашла через Harri.com, очевидно. Интересно. Вот мы и открыли новый ресурс. А как проходили собеседования? То есть, понятно, звонят тебе, какие вопросы обычно задают? Да, это в принципе стандартно. У меня было одно только нестандартное интервью, которое мне не совсем понравилось. Я о нем даже, наверное, не буду говорить, потому что там уже были какие-то вопросы от HR, HR, рекрутера, что-то не то с этой профессией. Пойди разбери их. Пойди разбери их. Потом будут гневные отзывы на YouTube. Они меня не смотрят. Да, я не буду читать, я не буду абстрагируясь от негатива. Самое стандартное. Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут? Точнее, давайте я представлюсь. Меня зовут там Екатерина. Спасибо большое, что делили внимание. Вот у меня есть, ну не то, что у меня есть, а вот есть прекрасно открытая позиция на QA-инженер. Расскажите, пожалуйста, о себе. То есть они иногда рассказывают, то есть в первую часть они рассказывают о компании, о культуре компании, что они ищут, кого они ищут, и уже потом говорят, типа, tell me about yourself. И вот это вот жопа. Вот там жопа-то и начинается. То есть уместив свой опыт буквально в 3-4 предложения, и чтобы они были толковые, интересные, и чтобы как бы произвести хорошее впечатление, так просто, как казалось, поэтому советую всем практиковаться с этим вопросом очень активно. Ну и после этого, после того, как вы поговорили, то есть вы рассказали о себе, возможно, уже на этом этапе будут возникать какие-то вопросы или к вам, или у вас к ним, потому что самое основное это то, что вы должны найти, они ищут идеального кандидата, вы ищите идеальную компанию, вы пытаетесь как бы найти друг друга, найти друг друга, потому что у меня были звонки, когда они искали очень сильного технического специалиста, это как бы не технического, сильного технического автоматизатора. У меня такого опыта не было. И, соответственно, уже на этом этапе мы понимали и разговаривали с друг другом, что мы вообще не подходим друг другу. У меня было интервью, да, где они говорят, вы будете первым QA в этой компании, она там достаточно маленькая. Я понимала, что мне абсолютно это неинтересно, я им не давала понять. Ну, точнее, ты сразу, например, не говоришь им, да, ты говоришь, спасибо большое за интервью. Я буду очень рад услышать от вас какие-то новости. Ну, уже через какое-то время пишешь им фоллоуап-письмо, фоллоуап-письмо всегда пишется. Каждый раз слова благодарности вашему рекрутеру, который потратил на вас его драгоценное или ее драгоценное время. И вы должны напомнить о себе и сказать спасибо большое. Особенно, если вы заинтересованы. Особенно, если вы заинтересованы. И даже если вы не заинтересованы, то вы не должны тратить время этого человека тоже, вы должны где-то на следующий день написать спасибо большое, я рассмотрел, я подумал, и, наверное, я не готов как бы идти дальше с вами, то есть как бы продолжать беседу. Очень аккуратненько в Америке все любят, аккуратненько. Не то, что пошли на них. Тем более, сегодня этот рекрутер работает над одной вакансией, завтра над другой, вы заинтересованы. Сегодня у вас одна ситуация, завтра у вас другая. Возможно, вы потом придете, и лучше быть всегда в хороших отношениях и с рекрутерами. И вообще в целом с компанией. Со всеми. Со всеми. Со всеми дружить. Да. Ну, значит, вот эти вопросы, в принципе, стандартные. Расскажи о себе. Да, они очень стандартные. Следующий этап, если все проходит более-менее хорошо. Обычно это все проходит очень хорошо. Наверное, один из нюансов, если да, вы на интервью сразу поняли, что вы друг другу не подходите, тогда разговор заканчивается, и все. То есть на этом до свидания. Ну, обычно, если все проходит хорошо, у вас нормальный английский, вы вроде бы нормально прошли, обычно рекрутер не останавливает вас от того момента, чтобы пройти техническую часть собеседования. Техническая часть собеседования чаще всего проходит по телефону. О, боги! Потому что, ну, особенно, кто приезжает в Америку, ты сама знаешь, как тяжело разговаривать по телефону. То есть, когда вы лично разговариваете, вы можете жестокулировать, на пальцах как-то объяснить. Когда ты по телефону, у тебя должен быть нормальный английский, чтобы тебя понимали, и у тебя будут технические вопросы, на которые тебе придется отвечать на английском языке. Да, плюс к тому не все. Это очевидно, но когда с этим сталкиваешься, понимаешь, что это прям плюшечка. Но, опять же, у рекрутеров тоже они все многонациональные, и у них у каждого свой акцент. Нужно по телефону сложнее понимать. Это правда. Это даже еще рекрутеры достаточно часто, они как раз-таки американцы. А вот уже техническая собеседование, так как у нас в Кремниевой долине очень много людей, которые работают с разных стран, наций, и это очень круто, потому что как раз-таки эта особенность и дала мне возможность работать в Америке на полных правах, скажем так, не ущемленные ничем. Вот уже техническое собеседование, вы можете очень часто ожидать, что будет либо человек из Индии, либо человек из Аргентины, или из России, или американец, и вам придется вслушиваться и говорить какие-то толковые вещи, отвечать на его вопросы. Да. Техническое собеседование, как они проходят для QI-специалистов? Окей, и поговорим на английском. Let's talk a English. Черт, вот оно и сработало, этот маячок. Да, сразу техническое собеседование. Сейчас мы поговорим на технические темы. Так, в среднем по больнице ничего страшного по телефону не происходит, а в основном вы начинаете говорить про проекты, на которых вы работали, и рассказывать ваши обязанности, которые вы делали. Обязанности, которые вы делали, да? Это правильно? Ну, русском. Не важно. Короче, рассказывать о том, чем мы занимались на своих проектах, что было интересное, что было сложное, чему вы научились, что вы ищете на новом проекте. И опять-таки на этом этапе должен происходить тоже какой-то мэчинг, поэтому я сильно рекомендую прочитать отзывы на глаздоре, поговорить с людьми, возможно, которые работают в компании, чтобы вы вот просто, ну, они ищут одно, а вы абсолютно другое. То есть у вас ценности какие-то, и взгляды должны у компании совпадать. Итак, значит, вы говорите про какие-то нюансы из прошлых работ. Что дальше? Они могут, например, задать вопрос очень тоже стандартный, типа, какой ваш любимый баг? Не люблю этот вопрос, но иногда приходится отвечать. Какой твой любимый баг? Никакой, который еще будет в будущем. Любит отвечать, то есть я его еще не нашла. Ну, приходится так думать, заранее продумать ответ. Вообще, я просто рекомендую ребятам почитать топ-10 вопросов QA, и там, блин, они очень часто совпадают, эта штука работает. Могут спросить где-то про автоматизацию, да, могут спросить какие-то вопросы а-ля, такие тоже стандартные, то есть в каких случаях нужна автоматизация, в каких случаях мы не можем автоматизировать. Либо какие-то уточняющие вопросы они будут спрашивать, исходя из того, на какой проект они вас берут. Допустим, был ли у вас опыт мобильного тестирования, да, расскажите про него, пожалуйста, чуть больше, чем вы занимались, за что вы опять-таки были ответственны, и какие-то нюансы у вас происходили. Какой-то список вопросов, достаточно стандартные. То есть это не какое-то задание? Это обычно, да, это не идет техническое задание, это нету вайтбординга, то есть, по-моему, Amazon мне когда-то просил, типа, особенно вот первый год, типа, давайте интервью, и будем расшарить ваш экран и, видимо, писать код. На тот момент я этого делать не могла, я им сразу дала понять, что, извините, ребята, вы, наверное, ищете другого специалиста. Вот, молодец, Маша. Вот, но техническое по телефону практически невозможно какие-то вопросы задавать, не то что технического характера, но писать какой-то код, то есть они любят вайтбординг, и это уже происходит на втором, на второй ступени интервью. И еще очень важно подготовить тоже список вопросов уже техническому специалисту и показать тем самым свою заинтересованность. И после этого собеседования вы опять пишете фуллап, рекрутеру, об этом стоит не забывать. Вот, и далее идет третий этап, конечно же, если у вас все хорошо. В этой компании третий этап состоял в том, что у меня было интервью с восьмью человеками в течение дня, и это было шести с половиной часовое интервью. Было тяжело. Под конец ничего не говорила, мозг кипел, я думала, что я просто умру, я выхожу, и я вот просто у меня перед глазами пелена, считай, ноги шатаются, это было несколько страшно, потому что люди, с кем я встречалась, были классные, мне все понравилось, но просто быть сосредоточенным и говорить очень тяжело, особенно когда люди меняются, и такое продолжительное интервью. В предыдущей компании у меня было два этапа интервью, то есть первое техническое четыре часа, и второе собеседование с CEO, с директорами, тоже где-то три часа, директором в Киеве, директором в Project Management, или там Product Management, боже мой, не помню. В общем, такие уже более высоко вставленные, просто посмотреть, что я адекватный человек больше, ну и все, если все хорошо, они уже выкатывают, скажем так, оффер. Тебе выкатили оффер? Мне выкатили оффер. Это было очень круто, я кричала, как бешеная. Да, компания классная, расскажи о ней, чем она занимается. Потому что нам понятно, да, что это кредит карма, а многим непонятно. Я сама не выучила. Но самое интересное, что у меня есть много друзей, которые пользуются кредит кармой очень давно, эту компанию очень много кто любит, она известная, то есть у нас примерно 90 миллионов пользователей в США, то есть огромнейшая компания, и только когда со мной связался рекрутер этой компании, я только поставила это приложение. Я абсолютно не знала, что они делают. И когда я пришла на интервью, там были какие-то вопросы тоже технического характера, немножко специфичные для кредит кармы. Допустим, мы, я могу это говорить? Наверное, могу говорить, я не знаю. Мы просто обязаны написать какой-то дисклеймер и писать вот, например, звездочкой. Очень важно проверять то, что под этой звездочкой есть дисклеймер, то есть что это, я не знаю, как это на русском описать. То есть какая-то legal information, которая просто должна быть на этой странице, иначе у нас будут проблемы. И когда они, например, мне нарисовали на доске форму, сказали, как ты это будешь проверять, они нарисовали звездочку. И я как бы всё рассказала, всё написала, всё как бы вроде бы нормально сделала. То есть у тебя всё равно волнение, ты всё равно что-то забываешь, но всё-таки пытаешься как-то действовать в рамках своих знаний. И они говорят, а звёздочка? Я говорю, а что звёздочка? А звёздочка? Как ты будешь... Я такая, а что звёздочка должна делать? То есть для меня это было немножко непонятно и непривычно, потому что я с таким не сталкивалась. В общем, кредит карма делает, известно тем, что предоставляет кредитный скор, кредитный рейтинг, правильно? Для пользователей. И сейчас, конечно, кредит карма делает намного больше, то есть она делает и таксы, налоги, mortgage, loans, personal loans, то есть много другой информации, не информации, много другой функциональности, за которую нас мало знают, скажем так, потому что в основном кредит карма открывает, чтобы узнать свой кредит скор, который обновляется каждые две недели, приходит из Equifax и TransUnion. И в зависимости от кредит скора в Америке люди и живут. То есть я, ну, да, поясню. Здесь очень большое значение имеет кредитная история. То есть как вы выплачиваете свои кредиты, как вы платите свою аренду за жильё. И вот эту всю информацию подтягивают. И есть некое число, которое говорит о том, насколько вы хороший человек. С точки зрения, да, платежей способности. Вот эти числа ставят они. Да, да. То есть вы подтягиваем. А мы эту информацию подтягиваем и отображаем. То есть до нас, вроде бы, если я не ошибаюсь, эта информация не была доступна. Бесплатно, тем более мы, кстати, бесплатное приложение. То есть на App Store за нас не надо платить. Мы получаем деньги, когда люди оплавятся на кредит-карты уже. И то есть мы показываем офферы. Мы показываем, какие кредитные карты лучше для тебя на данной ситуации. И как только ты подписываешь контракт с банком, мы получаем какую-то комиссию. Да, то есть вот за это мы получаем, скажем так, деньги. А информацию о кредит-скоре мы предоставляем бесплатно. Это очень важно. То есть, да, вот Вика сказала очень круто, что, в принципе, это очень сильно важно в Америке. Ты не можешь снять квартиру, ты не можешь купить машину, если у тебя плохой кредит-скор. Не дай бог, у тебя еще банкротство. Или вообще его, когда нету, когда люди приезжают. Да, если нету, тоже, да. Очень много проблем с этим изникает. Я не очень сильно это люблю, всю эту позицию в Америке, но приходится жить по этим правилам. То есть ничего не сделаешь. Да. Переходим к работе, собственно. Как тебе работается здесь? Уже два месяца удалось ли тебя вникнуть? Первое, во-первых, я работаю еще на канадскую, не канадский офис, а на канадский marketplace, то есть на канадскую версию этого приложения. Да. Боже мой, мне потом реально в комментариях просто скажут, Мария, вы чем занимаетесь вообще? Почему вы не можете объяснить? Всегда, кстати, очень тяжело. Вот почему я говорю, tell me about yourself самое тяжелое, потому что очень тяжело сказать словами, что ты делаешь. Ты кажется, да я вроде бы это понимаю, каждый день делаешь, когда тебе нужно вот просто эту всю информацию собрать, и сказать толково, сконцентрировано выдать, и такой, о-о-о-о, черт. Поэтому очень зря многие игнорируют, когда нужно подготовиться к зонам рекрутеров или на собеседование, вот эти вопросы игнорируешь. Работается хорошо, у нас есть массаж, у нас есть маникюрные специалисты, у нас есть свой кофе-бар, у нас проходит йога, он сайт, из Эквинекса приходит тренер, то есть очень хорошо. Если, вкратце, если эту часть показать компании. Когда я пришла, во-первых, что я могу сказать, был просто шикарнейший анбординг, один из лучших, который происходил в моей жизни, потому что нам дали шесть недель на анбординг, ну, грубо говоря. Что это значит? Анбординг — это когда у тебя проходит, во-первых, первый день у тебя одни идут воркшопы и митинги, которые показывают, рассказывают разные департменты, что они делают, как они работают, вводят в курс компании, как все организовано, какие-то очень важные нюансы, воркшопы идут уже по твоей профессии, например, workshop for native app, то есть по iOS, Android application, то есть я показываю какие-то нюансы, там, тестирование, либо нюансы логирования, то есть то, что используют уже конкретно компании, это очень сильно полезно, потому что ты эту информацию очень быстро получаешь, вместо того, чтобы кого-то там толкать и говорить, расскажите, расскажите. Поэтому еще у нас очень много документаций, которые пришлось прочитать, очень прям много, это прям круто, что они это все задокументировали на википедии местной, то есть очень много информации идет. Сначала тебя будет в курс, это не то, что ты вот пришел в компанию, вот сразу садишься, тебе дают первую таску, и ты не начинаешь работать. Нет, так это не происходит, тебе сначала поступает очень много информации, тебе не требуют делать какие-то проекты, то есть работать на своем проекте, то есть все очень адекватно понимают, что тебе нужно сначала ввести в курс дела аккуратненько, и потом уже ты будешь работать как нормальный специалист. Вот, не все компании это делают, потому что ты очень дорогостоящий, представляешь, 4 недели, 6 недель, а человек, грубо говоря, ничего не делает, пьет кофе и читает книжечку. Да, помимо того, что они тебе платят, они еще платят вот этим воркшопам, кто устраивает, то есть те люди. Да, то есть те люди, которые приходят, это достаточно тоже у нас и директора приходят иногда, вот это достаточно вот хороший анбординг процесс в кредит карме, я просто вот в восторге. А получается, они набирают специалисты как бы в пул, то есть ты потом определяешься с командой? Это очень интересно, потому что они как бы набрали специалиста, да, например, меня, это тоже очень тонкий момент, и уже потом у меня было отдельное собеседование в команду, то есть меня собеседовал менеджер, и они собеседовали меня именно на канадскую часть, было мини-часовое интервью, просто понять, кто это за человек, и подхожу ли я в их команду, вот, то есть было даже еще внутреннее интервью, о котором я забыла. У нас очень много проектов, над которыми работать, мы очень дико растем, и, соответственно, никто не остается без дела, грубо говоря, то есть мы не набираем впрок, мы набираем больше, вот, нужно закрыть позицию и хреначить в какой-то момент. А как устроен твой день? Вот мы с тобой договорились в интервью. Да, у меня очень много митингов, включая этот. А что вы там обсуждаете? Очень много всего, то есть, что я немножко, не то, что не понимаю, это немножко тебя отвлекает от основной работы, то есть идет какое-то планирование, идут какие-то разговоры, тебе там показывают цели, например, вчера был там ретроспектива, что мы сделали в прошлом квартале, и что мы планируем в этом квартале, то есть такого плана митинги, и каждый день, сегодня был, например, воркшоп по тестированию тоже на мобайл, то есть такие вот вещи, которые ты особо не можешь пропустить, и они очень полезны, и они отвлекают от работы, как сейчас мы и делаем, чем мы сейчас и занимаемся. Так о чем мы? А, мой рабочий день. Я прихожу примерно в 9 часов утра, пока я еду на работу, я проверяю свою почту, проверяю свой слаг, проверяю месседжи, то есть что я примерно буду делать за день, то есть, ну, чтобы понять. Затем у меня... Прихожу, опять еще раз что-то читаю, либо что-то надо ответить, отвечаю. Затем у нас стендап происходит, где мы говорим о том, чем мы будем сегодня заниматься, чем мы занимались, то есть достаточно такая обычная, обычный митинг 15-минутный. И затем, соответственно, ты фокусируешься на каких-то своих задачах, то есть сейчас очень много у нас идет фич нового девелопмента, и, соответственно, пишется... Вот сейчас я пишу project plan, testing project plan для моего проекта, собираю очень много тест-дейла, вот очень... Есть какая-то специфика работы на Create Karma, то есть слишком много информации, очень много трекинга, который мы должны как-то абсорбировать и понять, как это будет тестироваться, то есть ты еще думаешь, как ты это будешь тестировать, очень много работаешь с программистами напрямую, узнаешь тоже от них информацию. Затем какие-то митинги, потом кофе-брейк, потом я могу сходить на йогу, очень люблю массаж, просто крутой массаж. 30 минут всего, но помогает очень сильно. Ну и в основном, да, просто работаешь над своими задачами, которые у тебя есть. Ничего такого сверхординарного. А что вот вообще в целом, если не говорить конкретно об этой компании, а о твоей профессии скорее, что тебе в ней нравится и что не нравится? Что в моей профессии нравится? Это работать с командой. То есть, не знаю, может быть потому, что у меня бэкграунд такой. Пришла из Бгуира и всю жизнь, скажем так, росла, выращивали меня в этой IT-сфере. То есть, мне очень нравятся люди, с которыми я работаю. Они обычно образованные, очень стремящиеся помочь тебе, и ты постоянно что-то изучаешь. То есть, я обожаю, кстати, такая вещь, очень тонна. Вот сейчас только вспомнила, что приходится очень много учить по профессии. То есть, ты никогда не можешь там... Выучила одну методичку, все. То есть, каждый день что-то новое. И потому, в принципе, задачи всегда бывают, потому что просто гигантское количество информации, которое тебе нужно изучить, либо каких-то эрей, куда ты можешь вырасти, да, там что-то новое сделать. Что мне не нравится, то есть, мне нравится команда. Да. Работать с командой, работать над проектом и привносить в него что-то хорошее, тем, что я показываю какие-то баги и как-то направляю людей, чтобы этих багов не было. скрестим пальчики. Что мне не нравится, это, наверное, может быть, это что-то личное для меня, это очень много сидячей работы за компьютером. Я, конечно, отдыхаю с компьютером и работаю с компьютером, и все происходит с компьютером, но ты постоянно сидишь, иногда я вот из этого лабиринта не выхожу. У нас шесть этажей, это огромный, вот Вика подтвердит, офис громадный. И иногда у меня просто вот на неделе, вот пока я два с половиной месяца работаю, я, наверное, один-два раза в неделю максимум могу выйти на улицу. Вот вчера был пожар. Эвакуация. Да, эвакуация, и это было, о, слава богу, я подышала воздухом. То есть вот это как бы такой минус профессии, что нужно как-то находить время для того, чтобы не сидеть за компьютером и не постоянно находиться за монитором. А как ты видишь свое развитие как профессионал? То есть вообще, как в целом, на твой взгляд, ты же, ну, наверняка варишься в этой тусу. Это очень интересный момент. Сейчас мой основной фокус — это на автоматизацию, то есть я наконец-то хочу делать эфорт, я не знаю, вкладывать в автоматизацию. Нет, не вкладывать. Короче, мой основной фокус на этот год — это автоматизация. Но, учитывая свой опыт жизни в Беларуси и работы там, я вроде бы не так плохо в project management. То есть есть профессия technical project manager, TPM, которая достаточно здесь популярна. Я думаю, что это та area, куда я могу развиваться, на мой взгляд. Скажите, если это не так. Ну, то есть ты себя видишь вот в этой... Да. Ну, либо что-то совершенно почему-то вот программисты и вот в нашей сфере мы из одной, скажем так, крайности кидаемся в другую крайность. То есть другой способ... Не то, что другой способ. Я еще вижу себя, может быть, в дальнейшем как владелица какой-нибудь пиццерии или кофейни. Но это абсолютно другая сфера жизни. И я не знаю, произойдет это или нет, но, может быть, либо к старости решусь, либо чуть раньше. То есть то же самое мой муж, он программист, но он очень сейчас фокусируется на сведении музыки, на игре, на музыкальных инструментах. И это его как бы отдушина. Но с другой стороны, это он видит, как что-то, куда можно тоже профессионально вырасти и получать за это деньги. Интересно. Да, то есть я много сталкивалась реально, вот чем ты хочешь заниматься. И мало программиста говорит, я хочу быть программистом до конца жизни своей. Нет, они обычно, я там хочу открыть благотворительный фонд, либо поехать путешествовать в Африку, или помогать бедным детям. То есть вот как-то очень интересно это все поворачивается. Я не знаю, откуда у нас это в голове происходит, но как-то так. Ну это здорово. То есть ты не такой прям гик-гик, который... Нет, по мне, наверное, замен. Я не знаю. Да, ну мы, в принципе, завершаем наше интервью. Я хочу своим подписчикам оставить твой инстаграм. Конечно. Он будет в описании к этому видео, в прикрепленном комментарии. Потому что у Маши там много полезной информации, много красивых фотографий. Я стала лениться. Но тем не менее. Информация полезная, поиски работы там можно найти, вообще какие-то такие фотографии красивые. Кстати, вот я делала серию постов о том, какие-то вот ошибки. Потому что иногда вот реально на видео вот тяжело, особенно без подготовки, рассказать все толково. То есть иногда ты просто эту информацию собираешь, ну и делаешь какой-то пост. Да. У меня нету своего блога. Это вот мой мини-блогик. Мини-блог в инстаграм. Блог. Опиши свою идеальную компанию. Вот когда ты искала работу. Да. Ты же наверняка были у тебя какие-то критерии важные. Да. На данном моменте я, наверное, сейчас нахожусь. Мид написано, не Крит Карма. Надо, знаешь, чем-нибудь пошевелить, чтобы оно отобразилось. Где-то пультик лежит. Ну ладно. Неважно. Я бы сказала, что Крит Карма это то место, где я хочу быть на данном этапе жизни. То есть я вижу эту компанию. Я была очень вдохновлена, когда я слышала какой-то звоночек от рекрутера. И когда я получила офферы, я реально минут 5-10 просто орала, лежала на полу и не могла поверить своему счастью, что такое вообще бывает. Во-первых, на что я обращаю внимание, что компания достаточно зрелая и большая, к сожалению. То есть есть люди, которые любят работать на маленьких конторах. Я проработала за свою жизнь где-то на 5-6 компаниях. Мне не очень нравится работать в маленьких стартапах, где 30 человек, и ты там 2 QA, и вам, в принципе, нечему учиться. Обычно проект достаточно небольшой. Даже если вы напишите автоматизацию, становится очень скучно быстро. Далее в компании есть очень хорошие бенефиты. Не будем скрывать, у Крит Кармы очень крутой и социальный пакет, и вообще бенефиты. А что туда входит? Ну, во-первых, у нас очень классные страховки, что очень важно для Америки. Во-вторых, вот как я и сказала, там какой-то массаж, кофе. Какой у нас nice office, вот кто придет. К сожалению, мы можем сегодня показать. Но просто в этом офисе приятно находиться. И люди улыбаются. Мне, знаешь, иногда спрашивают, это был тоже один из моих немногих вопросов, когда я попала в компанию уже. Почему все улыбаются? Почему они все такие счастливые? То есть ты такой не понимаешь. Просто после массажа вышли. Просто после массажа вышли, да. То есть, когда видно, что людям нравится работать, когда с ними обращаются хорошо, то это приятно. Это может быть со стороны, кажется, о, мажор, зажрались. Но когда ты оказываешься в этой компании, когда у тебя есть возможность, когда ты приходишь в офис, у тебя прекрасные последние модели, там, макбук и, я не знаю, кофе горячий стоит, это намного приятнее работать, чем ты. А у тебя нет пакетика с чаем, грубо говоря, да. Проекты тоже очень важные. Ну и, соответственно, зарплата, потому что в Америке жить дорого, и хочется, чтобы ваш труд оплачивался хорошо. Это правда. Маша, спасибо тебе за интервью. Конечно, спасибо тебе большое. Надеюсь, я была полезной. Я уверена, что ты была полезна. Да. И вообще разбавила своей красотой наша. Да, если у вас есть вопросы по делу, а не такая жёсткая критика, то я буду рада ответить на них в комментариях. Либо вы можете писать мне в Инстаграм, который ещё раз вы найдёте в описании под этим видео. Да, да, я постараюсь ответить на ваши все вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok